Всем привет! Сегодня хотим записать видео, чем заняться в Азербайджане, кроме как приехать только в Баку. Субтитры подогнал «Симон» В интернете почему-то мало информации, что посмотреть в Азербайджане, кроме Баку. Хотя здесь есть несколько мест, которые реально можно считать hidden gem, скрытым сокровищем, где сейчас пока мало туристов, но они реально интересные. Мы сами уже второй раз приехали в Азербайджан и только на второй раз посетили действительно интересные уникальные места. Почему-то в первый приезд мы ограничились только Баку и еще одной территорией, а про остальные даже не то, что не задумывались, на них не натыкались. То есть есть люди, которые, конечно, самостоятельно объезжают весь Азербайджан, но их не так много. Да, давай начнем с первого пункта, это Габустан. Габустан это, собственно, район, который достаточно близко находится к Баку, и до него не так уж сложно доехать. В принципе, даже можно доехать на такси, и это не будет так дорого. Километров сколько? 70 километров. Ну, вообще-то не так уж и близко, но, в принципе, недалеко. По сравнению с другими территориями, что делать в Габустане? Вот на одном этом регионе уже сосредоточено несколько интересных мест. Первое, это, собственно, о чем, наверное, в первую очередь вам скажут о местах, это петроглифы. Либо петроглифы, как понятнее будет звучать, собственно, скальные изображения, причем которые начинаются с достаточно древних времен до Средневековья. Там наносили на камни рисунки. Даже вплоть до 19 века. Это второй объект ЮНЕСКО в Азербайджане. Первый – это Девичья башня, второй – это петроглифы. Петроглифы и последний. Больше пока объектов ЮНЕСКО нету. Так что туда можно съездить, посмотреть. И рядом же с этим объектом ЮНЕСКО находится мат-вулкан. Мат с английского перевода. Переводы – это грязь. Грязевые вулканы. Вообще на территории Азербайджана 700 грязевых вулканов. И из них еще, что могу сказать, что 300 – это действующие. То есть это действительно такие маленькие кратеры. Вулканы могут быть действительно большие, могут быть совсем малюсенькие. И они булькают. Ну, собственно, грязь из них булькает. Все это очень интересно выглядит. По информации из интернета, купаться официально можно только в вулкане Габустана. Правда, там обмыться негде. Но, в принципе, если с водой приехать, можно покупаться. Как бы помогает лечить кожу. Других вулканов купаться нельзя. Ну, видимо, на свой страх риск. Наверное, можно, кто захочет. Даже туда стоит приехать, даже если нет планов как-то помоться грязью, либо искупаться. А, в принципе, посмотреть, потому что там очень такой интересный пейзаж. И, собственно, вот эти вот много-много разных кратеров рядом с друг другом. Это выглядит очень здорово. Откуда прям грязь вылетает. Кстати, там же вулкан на горе, как понятно, находится. А снизу горы там идет нефть. Там нефтяные вулканы, скажем так. Ну, на самом деле, там не нефтяные рвы. То есть просто на поверхности степи уходит нефть. Да, так что это у нас. Копайте, огород накопайте. А тут копнете, огород и нефть найдете. Мы вот случайно ехали к этому грязевому вулкану и увидели, соответственно, нефть. Пошли ее смотреть, потому что, ну, мы дикие люди, нефть не видели. И теперь вот последствия отмываем 4 дня. Вся обувь просто в нефти, потому что мы в нее напросто провалились. Да, просто убили мои босоножки, так что не ходите по нефти, никогда ее не отмоете. Все равно это очень интересное, конечно, впечатление. У тебя хоп посреди пустыни нефтяное озеро. Проще, естественно, добраться на арендованном автомобиле. Кстати, до грязевого вулкана все говорят, что доехать нельзя, там плохая дорога. Ну, как плохая дорога. Просто обычная гравика, берете и едете на арендованной машине. У нас машина была Toyota IQ, это аналог мини. Посмотреть ее размеры, засор. Точнее, не мини, а с марта. С марта, такая маленькая-маленькая машинка. Вот, собственно, у нас был такой автомобиль. Мы вполне доехали, мы думали, что будет бездорожен, нам все говорили об этом. Но на самом деле, буквально там, сколько, 15-13 километров очень адекватной дороги. Да, дальше, что можно еще посмотреть, это Янкарань. Янкарань находится рядом с границей с Ираном и славится чем она? Горячими источниками. Они тут называются Истису, вокруг Янкарани бьет много источников. Там в советское время действовал санаторий. Вот сейчас я не знаю, действуют ли они или нет. Но организованные источники есть. Смотрите наш выпуск из Янкарани, где как раз-таки можно посмотреть, как это выглядит. То есть на одной территории несколько таких, знаете, изолированных домиков. Внутри домиках бассейны. И у всех бассейнов разная температура. От комфортных 37 до очень горячих 45, куда, в принципе, залезть просто нереально. Да, также в Янкаране располагается заповедник линкаранский. Там очень интересная природа. Если говорить, то большинство территорий Азербайджана это степь. А в Янкаране холмы покрыты такой альпийской зеленью. Ну, как в Альпах, собственно. Очень красивые пейзажи. И бьют еще горячие источники. Вот сидите в таких пейзажах, смотрите. В общем, конечно, очень классно. Тут дорогу сейчас открыли. Раньше там надо было ехать по, будем так говорить, по городским дорогам, не очень хорошего качества. Но сейчас построили трассу, просто садитесь, где-то в Баку там 200, сколько там, 50 километров проезжается буквально за 3 часа. И вы уже в Янкаране. То есть это не близко, это уже такая отдаленная территория. Но, тем не менее, стоит обратить на нее внимание. Следующее место, куда стоит поехать, возможно, даже в первую очередь, это Шеки. Это город. Находится на границе Грузии и России. На этой территории, правда, нет открытых границ. Там, собственно, вот этот наш хребет кавказский, который, собственно, делит три страны, границы между ними. До Шеки можно добраться первым поездом, ходит ночной поезд в Баку-Шеки. Соответственно, вы ночью спите в поезде, а утром вы просыпаетесь, гуляете по городу. И можно уехать также следующим ночным поездом обратно без ночевки. Либо можно на автомобиле, как это делали мы. Если так вот говорить, то, по сути, Шеки – это единственный сохранившийся древний город во всем Азербайджане. Простите меня, Баку и Бакинцы. В Баку сохранилась, в общем, это Девичья башня и небольшой такой городок. А все остальное – это уже новострои. Восстановленный, построенный заново на оставшихся основаниях. Баку – это новый город. А вот в Шеке сохранились постройки буквально со Средневековья. И причем не в единичном количестве, а в общем. Крепость, дворец. Дворец, кстати, очень классный, расписной. Сейчас его готовят для внесения в ЮНЕСКО. То есть, скорее всего, это будет третий объект. На основном канале Теленин Трэвелл у вас обязательно будет выпуск из Шеке. Собственно, покажем, чем этот город интересен. Единственная проблема – это сложно добраться на автомобиле. На поезде, наверное, сел и доехал. А вот на автомобиле вам придется ехать по… Или автобусе, или автомобиле. Автобус по строящейся дороге около 100 километров, которую вы проедете со скоростью 30 километров в час. В общем, долго, но, в принципе, это стоит того. Еще и существует шекинская кухня. Собственно, для чего нужно ехать в Шеке? Это погулять по городу. Сейчас в Шеке делают такой культурной столице Азербайджана, скажем так, сердцем Азербайджана. Там проводят много фестивалей, разных выставок. То есть, именно на этот город направляют поток культурной жизни. И второе – это шекинская кухня. То есть, есть такое блюдо, называется пяти. И есть конкретно пяти из шеки. Это очень жирно, очень сытно и очень вкусно. То есть, вы понимаете, что вы уже наелись. Не можете есть, но продолжаете есть. Вот, собственно, это и есть шекинская кухня. Там еще пока готовят, знаете, так душой открыто. Всем рады. Ну вот, мы прям даже жалеем, что мы в Шеке съездили только одним днем туда-обратно и особо не успели, скажем так, проникнуть в порт. Там, кстати, 350 километров идет трасса, построенная, как там сказали, государственной компанией Саккар до Грузии. Вот едете, и там только последние 100 километров плохая дорога, а вот 250 из 100 – хорошая трасса. Ну, сейчас активно, я так понимаю, строится дорога. Но я думаю, где-то года через полтора до Шеке полностью будет уже трасса. Ну, наверное, не полтора, а года три-четыре. Я надеюсь, что будет быстрее, хотя, конечно, там достаточно большой участок. А, кстати, вот в Шеке, что еще интересно, там тоже особый микроклимат, как и в Линкаране. Там, знаете, так все зелено, и тоже очень красивые зеленые горы. Начинается, соответственно, от кавказских дебец. Ну, территория достойная внимания. И, собственно, Шеке очень выгоден для сельского хозяйства. То есть там очень много чего выращивается, ну и понятно, что используется в местной шекинской кухне. Снова про еду. Следующее уникальное место – это город Гянжа. Не Гянжа, а Гянжа. И вокруг него есть, как минимум, две достопримечательности. Это озеро Гёль-Гёль. Здесь делают коньяк Гёль-Гёль в честь озера названной. Минеральную воду Гёль-Гёль. Это заповедник. Там лес. Он как бы для... Хайкинга, я думаю, отлично подойдет. Да, для хайкинга вообще отлично подойдет. И есть для тех, кто любит хайкинг, а любит лечиться, не коньяком. Там есть нафталановые ванны. Город называется Нафталан. И история была такая, что, собственно, Азербайджан, понятно, что территория, на которой есть нефть. И вот один из, скажем так, иностранных людей решил инвестировать... Сейчас это популярно, иностранный инвестор. Да, кстати, вот тогда, в то и то время было. Решил, что вот, собственно, пробурю-ка я здесь и начну добывать нефть. Потому что знал, что в этом городе Нафталан есть нефтяной, естественно, скажем так, источник. Пробурил, добыл. И его постигло просто ужасное разочарование. Нефть не горит. Представляете, какой шок был у человека. Но он посмотрел, что с этой нефтью делают местные жители, и удивился. Потому что они мажут кожу этой нефтью, и, собственно, потом уходят довольные. Почему? Потому что это, скорее, такая нафталановая нефть, и она очень полезна для кожи. То есть, если есть какие-то проблемы с суставами, костями, с кожей, вот этот нафталан очень хорошо лечит. Вот нафталановая мазь, может быть, о которой слышали люди старше 30 лет, вот, собственно, ее делают и с дофталаном. Да, там находится санаторий, который действует еще с советских времен, и он сейчас действует. Можно прийти и принять ванну, и вылечиться. Еще можно как грязью мазаться, так и полежать, ноги окунуть в реку нафталан. Потому что, собственно, в реку, естественно, тоже все эти полезные минералы собираются. Так что до Гянджин, кстати, вы, к сожалению, сами еще не добрались, поэтому у нас есть полный вернуться в Азербайджан. Да, мы до окрестности добрались, до самого города нет. Вот, кстати, вот Гянджин – это один из популярных мест для посещения из Грузии. Потому что достаточно близко там, да, и, соответственно, можно захватить Грузию и Азербайджан одним отпуском. Будем говорить, такой верхний Азербайджан, потому что там горный Азербайджан. Наверное, следующий пункт – это Каспийское море. Вообще, мало почему-то кто знает, что Азербайджан, он находится на Каспийском море, то есть идет водная граница, Паку – город на Каспийском море. Паку, я бы не сказал, что хорошо купаться. Вот если отъехать в сторону России, там вода чистая. Почему она там чище? Потому что если ехать в сторону Ирана, в сторону Ленкарани, там добавить нефть и вода мутная. То есть она прямо такого, знаете, коричневого-болотного цвета, и ты думаешь, что не хочу. Да, а вот в сторону России там достаточно чистенько можно купаться. Сезон купания, он идет с июля по август. Где-то середина июня, вот по августу, сейчас вот начало июня вода не холодная, но прохолодноватая. То есть прямо в самую жару можно зайти, искупаться, но посидеть долго в воде не получится. Так что Каспийскому морю тоже можно планировать свой морской отпуск. Что еще можно сказать про окрестности Баку? Ну, конечно, можно это отнести больше к Баку. Это Янардак и Зарастрийский храм. Зарастризм тут была такая религия. Можно посетить, да, из Баку. Смотрите выпуск. Снова хочу прорекламироваться на новый канал Телень Тревел, где мы рассказываем, чем заняться, если вы несколько дней приехали в Баку. Собственно, наверное, здесь мы подробно останавливаться не будем, потому что как раз-таки про Баку все понятно. Да, все понятно в следующем видео. Смотрите, что смотреть в Баку. И вообще, собственно, что вы не приезжаете? Да, подписывайтесь, ставьте лайки, флойте все каналы, которые только есть. И приезжайте в Азербайджан. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok